Всем привет! Меня зовут Даша Трофимова, я персональный стилист, и вы на моем канале о стиле. Сегодня у нас очень важная тема. В преддверии осенне-зимнего периода поговорим про верхнюю одежду. Эта тема становится уже традиционной на моем канале, каждый год я ее выпускаю. Сегодня я покажу вам магазины, которые мне в этом году запомнились и понравились, расскажу про то, как в этом году носят верхнюю одежду, на что обращать внимание. Вообще, все, что вы хотели знать о верхней одежде, где покупать и как носить, будет в этом видео, не переключайтесь. Ну и начну я, пожалуй, наверное, тоже традиционно, если вы давно меня смотрите, начну я с пальто. Потому что я как считала, так и считаю, пальто – самый важный элемент верхней одежды в любом совершенно гардеробе. Неважно, чем вы занимаетесь, неважно, сколько вам лет, неважно, где вы живете, пальто – это самая основная верхняя одежда в холодное время года. И никакая куртка, никакая парка, никакой пуховик не позволит вам выглядеть так же стильно, как бы стильно вы выглядели в пальто. Поэтому, если говорить о моде, если говорить о стиле, то пальто – это то, что обязательно желаете в гардеробе. Если вы хотите совершить разумную покупку и купить такое пальто, которое будет хорошо и долго работать в вашем гардеробе, мы должны с вами учитывать три параметра. Первое – это куда я буду ходить в этом пальто, потому что в пальто мы сейчас можем ходить и на детскую площадку, и в офис, и на свидание, и в кино, куда хотите. Так вот, нужно понимать, куда я ежедневно хожу и куда я в нем планирую ходить. Это первое. Второе – вы должны понимать, какая у вас фигура, то есть какая она по силуэту, потому что именно от этого зависит фасон пальто. Если ваша фигура стремится к прямому силуэту, то есть талия неярко выражена, тогда мы тоже будем искать с вами пальто, стремящееся к прямому силуэту. Если у вас фигура все-таки приталенная, тогда мы будем выбирать пальто, которое либо приталенное, либо на поясе. Но лучше приталенные все-таки не выбирать, потому что они уже не актуальны, а выбирайте просто те, у которых есть мягкие пояса. Я сегодня такие вам обязательно покажу. Ну и есть еще одна, наверное, модель пальто, которая подходит практически всем – это пальто кокон. Подходит практически под любую фигуру, независимо от того, есть у вас стали, нет у вас стали, есть у вас бедра, нет у вас бедра. Кокон – одна из самых удобных моделей. Единственный нюанс, что если у вас достаточно активные плечи, а кокон, например, выполнен из плотной ткани, он может немножко плечевым расширять. На это обратите особенное внимание. И третий пункт после ситуации, куда вы будете ходить, какая у вас фигура, третий пункт – это цвет. Какие цвета вам подходят и какие цвета подходят тем ситуациям, в которых вы оказываетесь. Конечно, если у вас какая-то неформальная работа или неформальный образ жизни, вы можете позволить себе более яркие пальто, чем те, кто ходит на работу в офисе, у кого строгий дресс-код. Но тут вы, конечно, должны решиться настоятельно, насколько уместен тот или иной цвет вашей ситуации. Я для себя на этот сезон выбрала пальто классического бежевого цвета Camel, потому что мне не хватало в гардеробе именно такого классического пальто, которое будет подходить мне и по форме, и по цвету. Я искала именно базовое пальто, потому что если смотрели мои предыдущие видео, вы знаете, что у меня есть красное пальто. Красное, конечно, один из самых модных трендов. Если у вас еще нет красного пальто, возможно, вам нужно пересмотреть то видео и купить красное пальто. У меня есть еще пальто, расшитое вышивкой, цветами. Есть у меня пальто-куртка. В этом смысле у меня достаточно уже собран гардероб, но вот конкретно такого основного базового пальто, в котором я могу отправиться на встречи, могу отправиться на работу, такого пальто мне не хватало. И вот я, наконец-то, нашла. Нашла я это пальто в бренде All We Need, и на сегодняшний день я считаю, что именно в этом бренде самый лучший выбор пальто в средней ценовой категории. Если вы подписаны на меня в Инстаграм, я недавно снимала сториз как раз оттуда, когда выбирала себе модель. И сделать выбор там, если честно, очень и очень сложно. Огромное многообразие и фасонов, и расцветок, и что для меня очень важно ткань. Это очень важный момент при выборе пальто. Если вы хотите теплое пальто, значит оно должно состоять желательно из кашемира, потому что кашемир самая теплая ткань, либо из шерсти. Ну вот то, которое я выбрала в All We Need, 70% шерсти, 20% кашемира, и это очень теплое пальто. Я такие составы люблю больше всего, потому что в них, с одной стороны, тепло, с другой стороны, за счет того, что есть небольшая доля синтетики, оно будет дольше служить, чем если бы оно было из 100% натуральной ткани. Плюс, какой еще важный момент? Есть подклад, и это тоже очень важно. Если вам нравится пальто без подклада, такие, как халатики, знаете, что они, конечно, подходят только для того, чтобы сесть в автомобиль. В общем, я своим пальто довольна вообще на 250%. Прекрасная ткань, прекрасное качество ткани. Это прям такое классическое пальто в лучших традициях Max Mara. И по качеству, на самом деле, очень хорошее. Ценник у него значительно ниже, чем у Max Mara. Поэтому, если вы ищете в средницовой категории, загляните в All We Need и наверняка там что-то найдете. Кстати говоря, вот я хочу сказать, что Инстаграм у вас, дорогие мои, All We Need, не самый лучший. Потому что пока я написала вас в Инстаграме, у меня не было понимания, что такое многообразие, на самом деле, пальто у вас есть. И только когда я пришла в шоу-рум, я поняла, что это просто какой-то рай для всех любителей верхней одежды. Поэтому, не знаю, сделайте что-нибудь со своим Инстаграмом, но там должно быть отражено, что у вас такое большое количество вариантов пальто. Ну и у меня для вас подарок, для тех, кто будет заказывать пальто в All We Need, бесплатная доставка по промо-коду Трофимова. Можете указать его на сайте или в Инстаграм, неважно. Бесплатная доставка действует по этому промо-коду. Берите, пользуйтесь. Следующее пальто, которое хочу вам показать, оно более сдержанное. Это та же самая модель, но уже в темно-синим цвете. И вот у них, кстати говоря, отличается очень сильно ткань. У темно-синего пальто ткань более плотная и более гладкая. Именно за это оно мне понравилось, потому что именно такое пальто чаще всего я ищу для своих клиентов, которым нужно пальто в офис. Темно-синее пальто из хорошей плотной и гладкой ткани – это идеальный вариант для офисного наряда. Пальто вот это смотрится синее, по-настоящему дорого. Оно прекрасно подойдет и женщине элегантного возраста, и молоденькой девочке, которая делает карьеру. Это такое пальто, которое в офисном гардеробе будет просто идеальным. Вообще темно-синий вот такой цвет для офиса, просто идеальный цвет, потому что черный с точки зрения норм делового общения в офисе не совсем приветствуется, а вот темно-синий – это то, что надо. Ну и вот это синее пальто за счет того, что оно чуть-чуть более плотную у него ткань, оно сидит пожестче. И если вам нужно фигуру немного корректировать, делать ее более компактной, то выбирайте всегда более плотную ткань пальто, это будет лучше смотреться. Такой фасон пальто-халат на сегодняшний день одна из самых актуальных, она подходит практически под любую фигуру. Выбирайте только длину. У них, кстати говоря, все модели пальто есть в разных длинах, есть укороченные, такие закрывающие попу, есть по колено, есть миди, есть прям полпальто, если вы хотите совсем фэшн. Поэтому не спрашивайте меня больше, где купить теплое и длинное пальто, вот покупайте именно там, где я вам сказала. Вариантов по цвету там просто огромное количество. Следующее пальто, которое я вам хочу показать, тоже из этого же магазина, но оно принципиально иное по форме. Посмотрите, у него уже совершенно по-другому скроен рукав, прямо втачен рукав. Такое пальто больше подойдет, если вы хотите большей формы, потому что в пальто-халатах некоторые плечи смотрятся слишком мягко, слишком в развалку. Либо если у вас слишком опущенное плечо, будет еще больше опущено, либо если у вас плечо массивное, то спущенный рукав он тоже будет массивности добавлять, поэтому с ним нужно быть аккуратно. А вот такое плечо, которое четко вшито, четко втачено прямо над подмышкой, я не знаю, как это сказалось. Неважно, вы поняли. Вот такая форма, она будет прекрасно сидеть. Но, опять же, есть нюанс. Вот в таком пальто, где прямо втачен рукав, под него сложно надеть, например, вот такого плана жакет. А под пальто, которого рукав спущен, можно жакет надеть очень легко. И это, кстати говоря, тоже один из распространенных вопросов. Часто спрашивают, как же делать так, чтобы под пальто убрался пиджак. Просто выбирайте не те модели пальто. На самом деле, схема покупок, она идет от обратного. Сначала выбираете вещи, которые у вас будут внизу, вы собираете комплекты, в которых, например, вы будете ходить на работу, если вы планируете. И только потом вы уже выбираете пальто такое, которое подойдет вам сверху на эту одежду. Если вы сначала будете выбирать пальто, купите то, которое хорошо на вас сидит, придете домой и потом обнаружите, что в шкафу ничего под него не лезет, то, конечно, так дело не пойдет. Ну и последнее пальто на сегодня, которое я обязательно должна вам показать, это вот такое красивое нежно-розовое пальто. Цвет просто обалденный. По мягкости снимать его просто не хочется. Они есть в двух немного разных фасонах. Мне понравился вот этот вот без воротника. Да, оно не слишком теплое, но оно очень и очень стильное и очень красивое. Я из такого пальто вылезать вообще не хочу. Мне нравится его расслабленность, что можно заворачивать рукава, что можно его по-разному комплектовать и с юбками, и с брюками. И мне кажется, что если вы ведете расслабленный образ жизни, к примеру, если вы молодая мама или вы какой-то творческий человек, то такое пальто обязательно нужно будет в гардеробе, потому что оно просто супер уютное, супер красивое. Красивое, и оно любой гардероб сделает очень симпатичным. Причем вот такое короткое пальто я бы рекомендовала выбирать именно в каком-то интересном цвете. Розовый сейчас на пике популярности, красный на пике популярности. Не надо такое укороченное пальто покупать в темных цветах, типа черного и темно-синего, это будет скука скучная. Выбирайте что-то яркое, свежее, и вы не прогадаете. Здесь же у меня к этому пальто ботфорты, знаю, что вы будете спрашивать, поэтому говорю сразу. Эти ботфорты бренд Балди Мини Тренд, и я покупала их на Купи Вип. Кто за мной следит, вы знаете, что я искала ботфорты. Причем я хотела именно такие на плоском ходу, потому что на каблуке мне передвигаться неудобно. И при этом я хотела, чтобы они были замшевые и очень хорошо облегали ногу. Скажу сразу, что ботфорты вот такого плана, это, конечно, довольно недешевое. Поэтому, если вы хотите хорошую цену, то лучше их искать на каких-то сайтах, где есть специальные предложения. Купи Вип в этом смысле мне очень нравится, потому что у них можно найти брендовые вещи хорошего качества по цене существенно ниже, чем в других местах. На них можно подписаться, и вам будет приходить на почту о уведомлении о разного рода распродаже. Ботфорты очень удобные, я об этом спрашиваю, кстати говоря, в Инстаграме. Они очень удобные, просто суперудобные. И вариантов, куда я их в свой гардероб пишу, у меня просто дикое количество. Поэтому рекомендую. И вот если такие, кстати говоря, ботфорты надеть еще под длинное пальто, то, во-первых, снимается вопрос с колготками, какие колготки туда надеть. А во-вторых, снимается вопрос с теплом. Потому что это действительно тепло, когда у вас на ботфорты находят еще теплое пальто. Вот это тот самый случай. Если вы еще под пальто наденете, например, тонкий пуховичок, считайте все, вы утеплились просто на всю оставшуюся жизнь. Ну и давайте перейдем к пуховикам. Тонкий пуховик по-прежнему в моде. И я уже миллион раз рассказывала про то, что тонкий пуховик обязательно нужно иметь в гардеробе и носить его под пальто. Многие ищут тот самый утепленный вариант пальто на зиму, чтобы было не холодно ни при каких морозах. Но такого пальто не существует. Даже если вы купите пальто утепленное, все равно будет холодно. Поэтому, если холодно, просто надеваем под пальто пуховичок и все, носим прекрасно зимой, тепло, уютно, комфортно, стильно, модно. Просто то, что надо. Все, оставили тему пуховик под пальто, потому что уже сказано, пересказано столько всего про него. Я каждое видео, мне кажется, про это говорю. И переходим теперь к нормальным пуховикам. Что я подразумеваю под словами нормальный пуховик? Все те пуховики, которые сидят по фигуре, приталенные, по форме, они давно уже канули в лету и на сегодняшний день совершенно не актуальны. Если вы хотите приобрести какой-то по-настоящему модный и актуальный пуховик, то это должно быть пуховик одеяла. И у меня два варианта, которые я сегодня для вас приготовила. Понятно, что подойдут они не каждому, но если вы хотите именно модный пуховик, именно современный и актуальный, то именно такой пуховик одеяла вам нужен. А если для вас пуховик одеяла это чересчур, тогда вот к тем тонким пуховичкам под пальто возвращаемся. Конечно, пуховик одеяла не будет подчеркивать никакие ваши женские прелести, он рассчитан только на то, чтобы выглядеть модно и стильно. Первый пуховик я заказывала на сайте Asos, и он черного цвета, вопреки всему тому, что я говорила про черные пуховики. Чем конкретно этот черный пуховик отличается от всех остальных, и почему на него не действует правило черного пуховика? Во-первых, он не слишком черный, у него на самом деле есть такой очень красивый отлив, не знаю, видно ли будет сейчас на камере, но в жизни оно такое темно-темно-серое практически. Второе, у него, естественно, нет вот этого кроя по фигуре, оно такое бесформенное, оно такое в стиле жителя Нью-Йорка, который только что вылез из-под одеяла, и, собственно, снова завернулся в одеяло и пошел на улицу пить кофе. У него очень нестандартный крой, спущенное плечо, во-первых, а во-вторых, вот такие вот завязки, собственно, на которых все и держится. И, конечно, такой пуховик, такой нетривиальной формы, он может быть совершенно любого цвета, хоть черного, хоть термурмалинового, вся его соль именно в крое и вот в этом нестандартном подходе. Хотя, если честно, мне кажется, что все вот эти пуховики-одеяла уже давно стали стандартными, потому что уже не первый сезон дизайнеры предлагают нам их, и уже пора, наконец, включать их в гардеробов свои, несмотря ни на какие предрассудки по поводу того, что они не подчеркивают фигуру. Самая главная задача такого пуховика, он не смотрится просто и не смотрится скучно. Я заказывала его на Asos, и вы знаете, что всегда, когда я заказываю на Asos, я рекомендую пользоваться кэшбэк-сервисами. Мой любимый SmartySale, я уже вам про него рассказывала. Вы просто заходите на SmartySale, потом с него переходите на Asos, или с него можете перейти на КупиВип, или там, не знаю, на Adidas, который я тоже часто использую и заказываю там что-то для себя и для своих детей. Делая покупки таким образом, вы получаете процент от покупки обратно себе на карту. И, кстати говоря, если вы подпишетесь и зарегистрируетесь на SmartySale, вам будут приходить еще акции, какие бренды увеличивают размер вот этого возврата, и вы будете знать, в какой момент лучше сделать покупку. По-моему, глупо этим не пользоваться. Следующий пуховик невероятно теплый и невероятно модный, пуховик красного цвета, красный это просто цвет сезона, еще и пуховик одеяло, в общем, все сошлось просто в этой вещи, трендовое, что есть на сегодня. И это пуховик от компании ПухМех. Скажу вам сразу, что пока я снималась в ролике в этом пуховике, я чуть не умерла от жары, потому что он по-настоящему теплый. Производители заявляют, что он выдерживает до минус 30. Вот все, кто хотел стоять на остановке и не мерзнуть, гулять с колясками по парку и тоже не мерзнуть, вам просто обязательно нужен именно такой пуховик. Он есть там не только в красных цветах, есть более сдержанные цвета, если для вас красный слишком яркий. Но суть в том, что он очень и очень теплый. За счет чего это происходит? У него внутри пустотелые волокна и он имеет такую распушенную структуру, за счет чего и происходит согревание воздуха внутри самого пуховика. То есть достаточно широкая прослойка, где образуется такая тепловая подушка, через которую воздух с одной стороны проходит и в нем на улице вам не будет ни в коем случае жарко. Это мне в помещении только было жарко перед софитами, пока я снималась. А вообще он дышащий, он гипоаллергенный, он не деформируется и не выбивается во время стирок и это просто настоящая находка. Носить такой пуховик можно просто самостоятельно, можно его носить с поясом или с поясной сумкой, если вы очень модная девушка. Надевайте его с большими шапками, надевайте его с кепками, надевайте его с беретами. В общем, у него огромное просто поле для деятельности, не обязательно его носить, даже больше того, не нужно его носить со спортивными вещами. То есть к такому пуховику не нужно добавлять еще кроссовки в придачу. То есть надевайте сюда сапоги, надевайте сюда, как у меня, например, бадфорты, тоже круто будет выглядеть. И несмотря на то, что он такой объемный, он очень легкий и очень комфортный, то есть вам будет по-настоящему в нем удобно. Ткань у него влагоотталкивающая, поэтому если зимой еще что-то будет валиться с неба, нам с вами ничего не страшно. В общем, я просто влюбилась в этот пуховик с первого взгляда. У меня для вас есть тоже подарок на него. Введите промо-код Трофимова и получите скидку целых 2000 рублей на любой длинный пуховик. Но длинный пуховик на самом деле обязательно должен быть в этом году у каждой в гардеробе на случай тех самых морозов. В принципе, если вы будете в гардеробе иметь хорошее пальто, тонкий пуховичок, который можно носить как отдельно, так и под пальто, и плюс еще у вас будет теплый пуховик на случай морозов, в принципе, вы укуплектованы по верхней одежды на любую глиматическую ситуацию в осенне-зимний период. Ну а теперь хочу показать вам варианты зимней одежды, которые, наверное, не совсем привычны для большинства из нас, но именно они являются самыми сейчас актуальными, самыми модными и в то же время теплыми. Я сейчас говорю про искусственные шубы. Все, для кого слово «искусственная шуба» – это просто какой-то кошмар, это недопустимо, это невозможно, во-первых, у канала говорят, что нельзя носить искусственный мех. Сразу хочу всех успокоить. Я не хочу сказать, что натуральная шуба и искусственная шуба – это одно и то же. Нет, безусловно, это совершенно разные вещи. Шуба из натурального меха – это настоящая инвестиция, тем более, что шуба из натурального меха, если она по-настоящему хорошая, если она вам нужна по статусу и по вашему образу жизни, она стоит очень больших денег и нет смысла вам рассказывать, как ее выбирать. Но если говорить о среднем бюджете, то я бы рекомендовала не покупать всякого рода шубы из кусочков или из какого-то сомнительного вообще меха, который непонятно где вообще взяли, а взять хорошую шубу из искусственного меха. И правильно ли здесь сказать не шубу из искусственного меха, а пальто из искусственного меха? Почувствуйте разницу. Это звучит уже совершенно иначе, просто это пальто из такого материала. То есть никто не подразумевает, что это то же самое, что натуральная шуба. Все, на этом я надеюсь, все вообще вопросы сняты. Итак, искусственный мех. На сегодняшний день все дизайнеры предлагают в своих коллекциях искусственный мех. Больше того, даже дом Гуччи, у которого мех – это один из основных элементов каждой коллекции. И вы наверняка все знаете обувь от Гуччи, вот эти смешные тапочки с меховушечками. Все это в наступающем 2018 году отправится в утиль, потому что даже дом Гуччи на сегодняшний день отказывается от использования натурального меха в своих коллекциях и переходит на искусственный мех. Очень важно понять, что никто из дизайнеров не хочет вам сказать, что мех искусственный должен выглядеть так же, как мех натуральный. Нет. Когда мы надеваем пальто из искусственного меха, мы прекрасно понимаем, что это искусственный мех, и у меня нет никакого желания запудрить в мозги всем окружающим. То есть идея именно в этом. Да, это пальто из чебурашки, и да, это тренд, это мода. Я думаю, что все, кто переживал за права животных, поддерживают меня в этом вопросе, и все, кто интересуется модой, тоже поддерживают меня в этом вопросе. Я буду очень рада. И сегодня я вам покажу целых 4 шубы, целых 4 меховых пальто. Первая, которая совершенно точно, абсолютно не похожа на шубку из натурального меха, белая-желтая шуба тоже, которую я заказывала на Asos. Она невероятно вообще прикольная. Она создана именно для того, чтобы выглядеть прикольно. Она создана для того, чтобы поднимать нам настроение. Всем понятно, что это не норка и не соболь. Но, кстати говоря, при этом, при всем она достаточно теплая. И на ощупь она очень приятная. Несмотря на то, что я не хочу показать, что это натуральный мех, если не знать, что это искусственный, в принципе, вы не догадаетесь. То есть качество не очень хорошее. Цветной мех – это давно уже один из очень популярных трендов, и он еще долго будет продолжаться. То есть не переживайте, что вы купите на эту зиму, например, какую-то цветную шубку себе, и в следующем году она будет совершенно неактуальна. Будет также актуальна. Это как раз возможность показать иронию, самую иронию. И если в прошлом году, когда я показывала невероятного гигантского размера, живу в полоску, многие писали комментарии, «О, боже, какой кошмар, я не смогла бы это носить», то тогда, конечно, я отдавала себе отчет, что это не для всех. Но вот такая вот желтая шубка, или все те, которые сейчас я вам еще покажу, они вполне себе подойдут абсолютно каждой девушке. В чем преимущество этой шубки? Помимо того, что она такой классной расцветки, крой у нее это английский воротник. Английский воротник – это самый классический вариант пальто, это та самая современная классика. Если вы хотите одеваться классически, welcome, вот вам совершенно классическая форма в одежде. Дальше, покажу вам еще меховые пальто. Эти пальто с сайта almastore.ru. Ссылочки на них я тоже обязательно оставлю внизу, так же, как на все вещи, которые сегодня вы видите здесь. И вот эти шубки из магазина Almastore, они еще идут с утеплителем. Поэтому они будут не только модными и красивыми, но еще и теплыми. Могу вам сказать, что когда я снималась, мне тоже было это очень ощутимо, что они теплые. И у меня есть несколько вариантов. Они уже больше похожи по форме и по цвету на обычные меховые пальто. Но для того, чтобы носить их в современном их прочтении, не надо делать так, как мы привыкли с меховым пальто. Их нужно обязательно стилизовать немножко иначе. Например, розовую шубу. Она очень красивая. Чтобы она не была слишком сладкая и приторная, я бы предложила к ней добавить какого-то разбитного настроения. Пускай это будет майка с принтом, пускай это будут рваные джинсы, такие тяжелые ботинки. И все это сделает эту шубку более современной и актуальной, чем если вы наденете ее с черными замшевыми сапогами. Кстати говоря, вот такая шуба, в отличие от натуральной, она не пожелтеет у вас никогда. И за ней очень просто ухаживает. Даже если вы случайно где-то ее испачкали, вы просто можете ее мыльным раствором помыть или даже постирать в стиральной машине. И это очень круто. Мне, особенно как молодой маме, это супер вообще актуально, гораздо актуальнее, чем содержать на сегодняшний день саболей. Возможно, наступит тот день, когда и их тоже мне нужно будет в гардеробе, но вот на сегодняшний день такой вариант мне больше подходит. Следующий вариант это принт снежный барс. Принты типа снежный барс, леопард, они сегодня тоже очень актуальны. Чтобы они не смотрелись чрезмерно вызывающе, многие как раз этого боятся, используйте их не в сочетании с черными вещами, а сочетайте их, например, с бежевым, с коричневым. Вот у меня здесь, например, такой монохромный получился лук. Хотите более эффектный, тоже просочетайте с рваными джинсами, каким-нибудь красным беретом. Вот такое вот пальто в звериной стилистике, оно вообще очень легко пишется в любой гардероб. И в более классический, если вам нравятся такие сочетания, и в более разбитной, и в молодежный, и в возрастной. В общем, вариантов очень много. Следующая шубка черного цвета, и она невероятно универсальная. Тоже здесь английский воротник, абсолютно классическая у нее форма. Сочетать просто можно со всем, чем хотите. Мне очень нравится стилизовать такую черную шубку на такой немного французский манер, в стиле минимализма, но при этом с яркими цветовыми акцентами. По-моему, это смотрится просто здорово. Ну и мне просто по моему состоянию это очень подходит. Если вам нравится эта идея, забирайте, дарю. В общем, девочки, нужно, конечно же, расставаться со стереотипами, что нельзя ни в коем случае носить искусственный мех. Весь мир давно уже его носит. Он перестал быть уже альтернативой натуральному. Это просто два разных материала, два разных совершенно смысла. Давайте отбросим эти стереотипы в сторону. Я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что многие женщины не могут купить себе хорошую шубу, и поэтому ходят в каком-нибудь задрипанном пуховичке. Вот, девочки, время нашей жизни проходит. Сколько можно ждать, пока мы накопим уже все эти деньги на соболя? Давайте жить здесь и сейчас. Мод дает нам такую возможность сделать это совершенно легко, без каких-либо финансовых серьезных затрат, без каких-либо жертв. Поэтому жертв не надо. Носите спокойно совершенно искусственный мех, носите шубы, носите пальто из искусственного меха и наслаждайтесь, радуйтесь, будьте красавицами. У меня, кстати говоря, для вас тоже есть подарок на эти шубки. Промо-код все тот же Трофимова. По нему вы получите 10% скидку в магазине AlmaStore. Ссылочки все обязательно оставлю внизу. Ну что, думаю, на этом тема верхней одежды на осень и зиму на канале закрыта, достаточной информации. Дальше вы уже должны просто адаптировать под себя, потому что все, что я вам говорю, обязательно применяйте к своей жизни. То есть не надо слепо следовать и не надо писать в комментариях, о боже, как это носить. Да просто аккуратно представьте к этим вещам, которые я вам даю, те вещи, которые есть у вас. Либо к тем идеям, которые вы у меня видите. Представьте свой гардероб. И таким образом вы получите что-то свое, получите свою индивидуальность. И это самое главное. Не бывает хорошо или плохо. Бывает современно, либо устаревшее. Вот и все. Будьте современными, будьте модными. Смотрите мой канал, подписывайтесь обязательно на инстаграм. Ссылочка внизу. Где-то я поставлю картиночку своего инстаграма. Я вас люблю, внимательно целую. Всегда жду от вас лайков и комментариев. Все, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!